Продолжение следует... Последние 7,5 лет занимаюсь тестированием высоконагруженных трейдинговых систем. Мы это делали в самых разных местах, в разных биржах, банках, у брокеров. И за это время у нас сформировалось некоторое представление о том, каким образом лучше всего это делать. Мы для этого написали несколько инструментов, а также сформулировали несколько принципов, которые объясняют, каким образом правильно создавать генераторы нагрузки для трейдинговых систем, каким способом неправильно их создавать. Доклад в основном описывает те принципы, которыми мы руководствовались, разрабатывая наш генератор. Что такое современная трейдинговая система? Это система, которая обрабатывает в день сотни миллионов заявок, которая каждую секунду обрабатывает десятки тысяч, иногда сотни тысяч заявок. Которая отличается тем, что нагрузка неравномерно распределена внутри секунды, но концентрируется в достаточных микросекундных, миллисекундных вспышках. Кроме того, времена отклика, с которыми приходится работать, они существенно меньше, чем все, что может когда-либо засечь человеческий глаз. Такие системы требуют специализированных инструментов для создания нагрузки. В принципе, существует достаточно большое количество генераторов нагрузки, большая часть из них используется для тестирования вебовских систем. Существуют коммерческие генераторы нагрузки, это известный loadrunner, superformer, продукты от Rational. Есть множество open-source решений, есть такие решения, как G-meter, есть специализированные решения от Яндекс, которые называются Яндекс.Танк. Существует достаточно большое количество решений, большинство из которых, я повторюсь, направлено на вывозки протоколы, либо на базы данных, либо на просто TCP. Соединения, то есть они имеют некоторую ограниченную область поменения, хотя все остаются расширяемы. Есть системы, которые специально разрабатываются для тестирования трейдинговых систем. Таких систем немного, и информации о них в большинстве случаев отсутствует. То есть они, безусловно, где-нибудь используются. Вероятно, каждая компания, которая имеет свою собственную трейдинговую систему, высоконагруженную, она ее тем или иным способом тестирует. То есть где-нибудь out there существует достаточно большое количество генераторов нагрузки, про которые мы, наверное, не знаем, как они устроены. Так, в целом генераторы нагрузки бывают нескольких видов. Бывают генераторы нагрузки, основанные на измерениях. Бывают генераторы нагрузки, основанные на моделях. Генераторы нагрузки, основанные на моделях, пытаются воспроизвести ту или иную ситуацию, наиболее приближенную к тому, что происходит в промышленных системах. То есть, например, если мы смотрим Яндекс.Пробки, мы пытаемся воспроизвести два горба в качестве дневной нагрузки. Если мы смотрим на трейдинговую систему, мы пытаемся воспроизвести горб и горб в начале, в конце, коротенький. То есть, это системы, которые держат в себе некоторую модель, а дальше создают нагрузку так, чтобы полученная нагрузка как можно ближе соответствовала той модели, которую мы хотим воспроизвести. Дальше, ключевое различие генераторов нагрузки бывает двух типов. Первый тип называется генераторы закрытого цикла. И второй тип это генераторы открытого цикла. Что такое генератор закрытого цикла? Генератор закрытого цикла используется в большинстве систем, которые мы рассматривали на предыдущем слайде. Например, LoadRunner, SteelPerformer, G-Meter. Он сводится к тому, что генератор нагрузки посылает сообщение и ждет ответа от системы, прежде чем послать следующее сообщение. Это нужно по многим причинам. В частности, большинство генераторов нагрузки используют концепцию виртуальных юзеров. То есть, каждый поток в системе тестовой эмулирует поведение какого-то виртуального юзера. Виртуальный юзер, он запрашивает, например, страницу от вебовского сервера, получает ответ и после этого переходит на этой странице куда-нибудь дальше. Часто генераторы закрытого цикла необходимо использовать, потому что для посылки последующего запроса нужно получить некоторую информацию, которая приходит из предыдущего. Это генераторы закрытого цикла. Генераторы открытого цикла – это системы, которые не ждут ответа от той системы, которую они тестируют. То есть, они посылают, 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 обрабатывают получающийся поток данных, но поэтому они не ждут, когда на их запросы пойдут ответы, чтобы послать следующий запрос. То есть, очевидно, опыт очевидно само по себе, и опыт показывает, что генераторы нагрузки открытого цикла обладают существенно более высокой производительностью, чем генераторы нагрузки закрытого цикла. То есть, если взять LoadRunner, то там для того, чтобы сделать несколько тысяч запросов в секунду, вы, скорее всего, будете использовать несколько серверов одновременно, закупать достаточно большое количество лицензий. А если вы возьмете какой-нибудь Сунг или Яндекс Танк, то производительность вашего генератора нагрузки будет существенно выше, потому что он не должен ждать, обрабатывать то, что приходит ему назад. Все, что он делает, он, как из пулемета, стреляет по системе, тем самым достигая очень высокой производительности. Это подходит для большого класса вебовских систем, особенно тех, которые выдают более-менее, которые можно бомбардировать более-менее статическими результатами. Это не совсем то, что подходит для трейдинговых систем. Хотя сам принцип генератора нагрузки открытого цикла, он, безусловно, правильный шаг в направлении создания высокой нагрузки. Мы к этому вернемся. Когда мы тестируем трейдинговую систему, то в абсолютном большинстве случаев объем аппаратных ресурсов, доступный для установки генераторов нагрузки, он существенно ниже, чем то оборудование, на котором стоит непосредственно биржа. А если сравнить это с тем оборудованием, которое подключено к бирже, то есть то, что производит непосредственно нагрузку на биржу в течение торгового дня, то это соотношение становится еще более драматическим. То есть, создавая генератор нагрузки непосредственно для биржи, мы должны создать существенно более высокую нагрузку, используя очень небольшую аппаратную базу. Некоторые люди спрашивают, в чем проблема поставить несколько дополнительных серверов в дата-центр биржи. Ну, наверное, они просто никогда не пробовали это сделать. Вот, поставить несколько дополнительных серверов сейчас, в условиях, когда все всюду экономят. Любой большой банк, любая биржа очень существенно экономит. И оборудование непосредственно для тестирования в большинстве случаев стоит в самом конце списка расходов. Поэтому в основе нашего генератора нагрузки лежит некоторый принцип. Так, что это за принцип? Существуют системы противоракетной обороны. Например, существует железный купол. Основная проблема с железным куполом, что стоимость ракеты-перехватчика, она существенно выше, чем стоимость той ракеты, которую она вынуждена сбивать. Точно так же с противоракетной глобальной обороной, большинство систем, которые ставятся на защиту, часто бывает, что их стоимость оказывается достаточно высока. С другой стороны, когда придумали, как сделать так, если вдруг появится большое количество спутников, которые смогут сбивать наши ракеты. Наш генератор нагрузки – это что-то, что посылает ракеты. И вдруг появляется большое количество спутников, то есть система, против которой мы пускаем эти ракеты, она хорошо защищена большим количеством спутников. И посылать умные и хорошие ракеты против нее – это дорого и неэффективно. С другой стороны, послать большой мешок гвоздей против спутниковой группировки – это дешево и эффективно. Это ровно тот принцип, который лежит в основе нашего генератора нагрузки. То есть сделать систему, которая будет похожа на мешок гвоздей. Так, но есть несколько проблем с этим подходом. Вебовские системы существуют, которые можно непосредственно взять статические данные. То есть есть страница Яндекс.ру. Вот давайте по этой странице миллион запросов пошлем, пока у нас не закончится канал. Можно себе представить, что мы совсем не должны думать над теми сообщениями, которые мы посылаем. К сожалению, трейдинговые системы в большинстве случаев мы должны поддерживать сессию. Мы должны правильно менять секвенс номера. Мы должны правильно менять цены, другие характеристики. То есть мы не можем просто взять и послать статические данные. В большинстве случаев мы не можем просто взять и аккуратно проиграть записанные данные. Это связано с тем, что времена отклика, которые есть сейчас в системах, они настолько незначительны, что вероятность в многопоточной среде, что при проигрывании того же набора данных ответы с системой разойдутся с тем, что мы наблюдали в момент записи, очень высока. И всегда может быть, что мы послали заявку, первый раз мы получили на нее ответ, а во второй раз она отработала совсем по-другому. Если мы просто возьмем данные, у нас есть диск, на нем лежат данные, которые генератор нагрузки берет и просто пускает в систему. Если мы так сделаем, в большинстве случаев, после небольшого промежутка времени, поток будет достаточно неудачен. Так. И нельзя поставить много серверов. Поэтому, как работает генератор нагрузки? Генератор нагрузки с одной стороны не берет записанные данные, а берет их в заготовки. Берет эти заготовки и в них меняет наиболее существенные параметры, которые нужно для того, чтобы послать сообщения. Так. Этот я в слайд пропущу, поскольку Владимира Михайловича нету. Так. И характеристики производительности. То, что мы сделали. Мы сделали генератор нагрузки открытого цикла, который управляется центральным контроллером. То есть, с одной стороны, у нас идет поток безостановочный. То есть, мы в том же потоке не ждем ответов от системы. С другой стороны, у нас идет поток уха, который слушает все, что идет назад. И если потоку пушки нужно передать какие-то данные, поток уха передает ему это через центральный контроллер. Сейчас мы видели, что сколько у нас ядер стоит на машине. Столько нам их хватает для того, чтобы по 75 тысяч снять с каждого пушечного ядра. И пока мы не встречали систем, для которых бы потребовалось больше, чем одна машина с некоторым количеством ядер. Но мы предполагаем, что в будущем, рано или поздно, такие системы появятся, которые, допустим, будут больше миллиона запросов в секунды без проблем обрабатывать. Тогда мы наш генератор нагрузки распределим на несколько ядер. Спасибо большое.